Я, Шагнитдинов Равкат Хуснудидович, родился в 1926 году, 3 ноября, в городе Уральске, Уральской области, это Западный Казахстан. В 1900 накончил 8 классов до призыва в армию. В 1943 году в ноябре из Бурлинского района Западного Казахстана был призван Советскую армию в город Уфу. 32-й учебный стрелковый полк, который находится на горе, там где, в колонии имени Александра Матросова, сержантская школа. Оттуда в конце апреля мы были отправлены на фронт, а в Уфе я служил во второй минометной роте, это 32-й учебный стрелковый полк. 4-й учебная бригада. Вот в конце апреля, 25-го апреля, нас отправляли на фронт под уховой оркестр, мы шли на вокзал города Уфы. Нас шагало тысяча человек. Была теплая погода, окна были раскрыты, мимо школ проходили, где находились раненые, кричали нам, смена идет, добрый путь, так? Вот мы пришли на вокзал, у кого были родные, близко, приезжали, проводили, песни пели. Вы на татарском языке не понимаете, наверное? Понимаю, понимаю. Там пели такие песни. Или когда мы от Уфы отъехали, станция Алкина. Еще тысяч человек. Это тоже из нашей же бригады, но они были в Алкино. Уже два паровоза ФД нас тащили. Там пели такую песню. Поиск Элептуктада, Алкинстанца Ларена, Сиган Яромнабки Театр, Герман Суваш Ларена. Вот так мы ехали. Мы попали в эшелон 346-ю Дебальцевскую дивизию, дважды краснознаменную. Нас, мы, эта дивизия освобождала 9 мая 44-го года Севастополь. Но мы в этом бою не участвовали, мы стояли в резерве. Севастополь был взят, трофеев там было всего, мы всего наелись вот так вот. А потом всю 51-ю армию вместе с 346-й дивизией перебросили в освобожденную Смоленскую область. Нас высадили возле города Вязьмы и сказали, будем шагать отсюда, пока встретимся лицом к лицу с противником. Смоленская область раздавленная, разрушенная, была освобождена. Мы на берегу Днепродажи отдыхали, ни одного дома целого нет, город Дорогобуш проходили. И вот встреча с немцами произошла в Белоруссии, под городом Витебском. Мы уже были не 4-й украинский фронт, а стали 1-й прибалтийский фронт. Вот 1168-й стрелковый краснознаменный полк, 346-я Дебальцевская дивизия. И вот под Витебском была прорвана оборона немцев. Наши открыли такой ураганный огонь. Били «Катюши», били все пушки. Наши минометы тоже не молчали, 82-х миллиметровых минометов, так? Я был минометчиком же. Артиллерийская подготовка такой была мощной, что небо было ясно перед артподготовкой. Пошел проливной дождь. Немцы такого артобстрела, артналета не выдержали. Разбрелись по лесам. И вот мы почти маршем шли по Белоруссии. Я помню город Чашники. Перед городом Чашники из леса немцы вышли. Драйкиндер, драйкиндер, трое детей не стреляет. Да кто в них будет стрелять? Они вышли безоружные, сдаются. В городе Чашники там была какая-то казарма или конюшня. Туда их сдали и пошли дальше. По Белоруссии мы прошли почти маршем. Это первый прибалтийский фронт. Рядом с третьим белорусским он шел. Ну, после этого началась Литва. Там уже нас встретили по-настоящему немцы. Запомнился один эпизод. Много наших ребят, потому что мы из одного класса 26-й год все были призваны. В одну роту попали, так? И вот сенокосная пора уже. Мы почти чуть ли не маршем идем, так? Ну, стоят стога сена. Ничто не ожидал. Из этих стогов сена выползают немецкие танки. Залегли, начали бой начался. Очень много наших ребят погибло. Потому что танки прорвались. Неожиданно. Много их проутюжили окопы. Много ребят наших погибло. Ну, после этого немцы опять отступили. Мы освободили город Шауляй. Я был минометчиком. Мы где-то метров 400-500 сзади пехоты. Так? Идем. И вот в Шауляй уже, когда мы вошли в город, там раненые были на носилках, так? Город Шауляй. Это Литва. Освободили Литву. После этого началась Латвия. В Латвии были окружены 33 немецких дивизий. И вот запомнился, как мы освободили Саллскилс. Это долина смерти называли. Лагерь для военно-пленных. Там, говорят, 60 тысяч наших солдат и офицеров были похоронены в этом концлагере. И вот мы его освободили. А как освободили? Немцы вывели их всех из этого концлагеря. школа была неподалеку. В эту школу поместили подвал куда-куда кругом. А когда мы прорвали немецкую оборону, пошли вперед. И вот это... Один немецкий танк стоял. Мы его подбили сразу, так? И он загорелся. Немцы живы были там или нет, но он бездействовал. И вот из подвалов, из классов выходили раненые ползком кто как. И кричали товарищи. Красная армия и Сталин освободили нас. Обнимали нас, радовались. И мы были рады, что освободили наших товарищей. И некоторые, которые в силе были уже, они сразу сказали, мы с вами присоединились там, потом их оформили. И вот это... Дальше была Рига. А после Риги еще там был Тукумс. Вот теперь называют Юрмала. Там были Тукумс, Майри, Дублты, Шлока. Вот там вот меня ранило. Правое плечо. Меня это сразу перевязали. Этот старший сержант Херокин подошел. Говорит, что Юрий, тебя ранило что ли? Я говорю, нет, товарищ старший сержант, наверное убило. Он говорит, нет, ты ранен. Перевязали. И на повозке отправили в Медсамбат. Там теперь называют это Юрмала. А это был... Там несколько городков все вместе называются Юрмала. А это было в Кемери, где был Медсамбат. В Кемери меня привезли. Майор-хирург сказал, будем ампутировать руку. Я говорю, руку резать я не дам. Говорит, только ампутировать, потому что у тебя гангрена. Пульта была разрывная. Но ампутировали, даже не стали спрашивать. Сказали нужно, иначе через полчаса, через час тебя не будет. Руку ампутировали. Вынесли как-то на свежий воздух. Все вроде лучше, легко как-то стало. А руку я прям чувствовал. И сейчас чувствую пальцы все, так. И вот вдруг рассеянный таки. Была, да, была сильная подготовка. Сплошные взрывы. Смотрю, это в Медсамбате паника. Стали раненых выносить из Медсамбата. И меня взяли тоже на носилки. Еще кого-то так выносили. Прямо на носилках шоссейной дороги. Которая проходила по Латвии. Центральная дорога там рядом. И вот прям нас это выносили. А когда несли, одну медсестру послали что-то там в Медсамбате срочно забыли. Она быстро вернулась. Такая страшная. Говорят, Медсамбате немцы. И нас взяли вот быстренько до дороги. И на счастье шла наша машина. С прицепом дивизионки. Вот нас в эту машину погрузили. И благодаря этому мы не попали в плен. Благодаря этому мы остались живы. Да.